Ну, 16-го назревает у нас великий праздник. Тобишь завтра, уже завтра. Хороший праздник, международный праздник. Непростой, а золотой. Который сделали арт люди из ЮНЕСКО. Они решили отметить тотальный взлет Битлз. Как Битлз объединили мир. Как Битлз устроили праздник не только Англии, Америке и Европе, а всему миру. Даже к нам, в Савок, через железный занавес проникли Битлы. И у нас появился черный рынок. И у нас на Ржевке, да, на окраине Петербурга, в самые, что ни на есть глуши, в лесу Ржевском, появился первый Битлз-клуб в Савке, в России. Появился андеграунд. И молодежь запела Битлз. В электричках, которые шли на Ржевку, из фельдянского, мальчишки пели вещи Битлз. И так далее, и так далее, и так далее. Вплоть, конечно, до Yesterday, которая захватила умы и воображение всех, кто только был чуть-чуть продвинут, и сдвинут, и ловил кайф от музыки, врубался. Вот что совершили наши мальчики из Ливерпуля. И завтрашний день, 16 января 2008 года, ЮНЕСКО объявило это всемирным. Ну, Европа – это же центр мира, поэтому неудивительно, что Ливерпуль стал центром Европы. В Ливерпуле уже 30 лет проходят праздники Битлз, фестивали в августе. И, конечно, ЮНЕСКО не могла не заметить этого колоссальнейшего, традиционнейшего, лучшего события планеты, на которое приезжали иногда по 200-300 тысяч гостей со всего мира. От чёрных до белых, от синих до прозрачных, от стариков до детей. Все ехали в Ливерпуль пообщаться, походить по концертам. Концерты везде, в каждом пабе Ливерпуля. Это неделя, битловая неделя, полна музыкантами со всего мира. Особенно много групп из Японии бывают. Да, даже из Финляндии наших соседей. От наших соседей приезжают несколько групп. Из Швеции хорошие группы приезжают. В Англии, безусловно, без всякого сомнения, отличные группы, которые играют в Битлз. Так что, конечно, этот праздник как бы фиксирует, утверждает и продолжает бесконечную музыку Битлз. Да, кстати, ребята, я думал, что вы всё знаете. Но, тем не менее, я вам сообщаю, что 16 января выбран ЮНЕСКО с помощью, безусловно, мэрии Ливерпуля как не просто День Битлз, то есть не только День Битлз, а ещё День Открытия Каверн-клуба. В центре Ливерпуля есть тихая улочка Мэттью Стрит, на которой находится музыкальный клуб. Каверн-клуб, то есть клуб-пещера, который был открыт как раз 16 января 57-го года, когда начался великий бит из Кифл-бум в Англии. Именно в этом году встретились Джон и Поль, а на следующий год к ним в компанию пришёл ещё наш Джорджик. А потом попозже и Ринга. И они потрясли мир. И всё началось именно 16 января с открытием Каверн-клуба, повторяю. Ибо в Каверн-клубе Битлз отыграли 274 раза. Это очень многое. Это цифра. Это дата. Это событие, которое отмечается не только в Ливерпуле, а вот теперь уже всем нашим миром. Мы все вместе, взявшись за руки, стоим вокруг Каверн-клуба и слушаем там битлов, поющих Some of the Guy, Love Me Do, I Saw Her Standing, Test of Honey, Twist and Shout. Все эти шедевры битлы попробовали на фанах своих из Ливерпуля. Именно в Каверн-клубе Ливерпуля на Мэтча-стрит. Вот этот клуб, собственно, дал нам завтрашний праздник 16 января 57-го года. Началась великая эпоха любви, свободы, музыки, праздника жизни, радости жизни, свободы, натуральной, великой, божественной свободы, когда без оглядки люди делали то, что хотели. Они делали музыку. Все запели эту музыку. Весь мир запел эту музыку. А что еще делать? Самое главное это музыка. Выше музыки ничего нет. Это Божья награда. Это ипостась. Это благодать. Вот что совершили наши мальчики из Ливерпуля. Джон, Пол, Джордж, Ринга. Джон, Джордж, Пол, Ринга. Джон, Джордж, Пол, Ринга. Форево. На коду поздравляю всех с праздником. 16 января День Битлз, Международный День Битлз, День Ливерпуля. Большой привет публичному паблик-клубу любителей Битлз Петербурга. Спасибо, ребята. God bless you. Bye-bye.